Так, у нас завершающий игровой матч дня, потому что, я так понимаю, последнего матча между Raptor 905 и GSE Ниагара не будет. Я так понимаю, там ребята из GSE не приехали на игру, у них там проблемы со здоровьем, не собралась команда. Ковид, не ковид, не знаем, сложно сказать, не будем дезинформировать, но, в общем, не смогли, не собраться, технарь, не технарь, ковид, не ковид, не знаем, но не будет последнего матча, спасибо им за это, а то мы бы здесь не выбрались бы из этого зала сегодня, чтобы ночевать до завтрашнего дня. И у нас начинает спортсмейк Роможня, по идее встречается единственный фаворит сезона, 6-0 лет команда, Сиракуз, потому что Сиракуз заявился сам капитан, играющий тренер, капитан Калитаев, поэтому команда стала еще вдвойне мощнее, сильнее, красивее и так далее. Ну, все дела там, вот, Piano Reeves, касательно Мэнфиса, в Мэнфис пока, наоборот, все не очень хорошо вкладывается. Команда Невержинского заявилась позднее остальных команд, пока 0-3 идет, набирает только обороты, невезде показывают яркую игру, не хватает таланта в атаке, однозначно не хватает, мало скиллов игроков в атаке, честно говоря. Уделяется только не до Цуков, и неплохой матч Громов провел, легионер из лавы дивизиона, он еще сегодня не приехал, в общем, короче говоря, Мэнфис, конечно, проблем с составом. Ну, играет своим составом, ребята, да, они берут легионеров, стараются сами прогрессировать, респект за это, но, конечно, результат не сразу придет, однозначно. Вот, ну, а Сиракуза пока 6-0 идут, и эта команда изначально говорила, что она одна из фаворитов и дивизионных, так пока оно и есть. Плюс еще видим, что и Калетаев решил заявиться, я не знаю, как он там, на постоянке будет лежать, не будет, но там и без Калетаева команда была одна из фаворитов, теперь они реально, возможно, стали главным фаворитом, потому что один сильный игрок, это, ну, там, плюс один сильный игрок, это такой решающий импакт, возможно. Не до Цукова забивает, ну, не до Цукова, как обычно, наверное, больше всех сегодня забьет за Мэнфис, и больше, что Громов не подъехал. Ну, посмотрим, посмотрим, будем верить в борьбу, хочется, чтобы последний игровой немачня был с борьбой, не хочется однокалиточного выноса, тем более, что Сиракуза, кстати, не особо отличается, Сиракуза не особо отличается прям каким-то выносом тела, эта команда, судя по всему, не умеет прям особо громить, они просто выигрывают уверенность, запасом, но без какого-то разгрома прям фантастического, поэтому я думаю, что какая-нибудь такая борьба от Мэнфиса будет. Так, Салахов с мячом. Так, Губарич из Иванова, Иванов на беге, Иванов не забивает три, борьба за подбор. Да, все, Владенник переходит к мэнфису, Хасл в атаке будет. Копа сейчас мячом, сразу двоих держит на паркете и Копа у Недоцукова. В прошлом матче сейчас старался он разделять игровое время Недоцукова и Копа, забивает три Недоцукова. У них зачастую совпадают игровые роли на поле, что у Недоцукова, что у Копы. Но Копа, конечно, больше разыгрывающих Недоцуков, зачастую играет второго номера. Но в общем и целом они оба могут играть и разыгрывающих, поэтому не знаю, какая была причина связанная с этим или все с чем-то. Но в общем, в прошлом матче он разделял их игровое время, мало они проводили время на паркете вместе. Но вот сейчас от старта вышли оба вдвоем. Может быть, сказано с тем, что не хватает стартового застава, тот же Громов не подъехал, не знаю. Опа. Там в хвосте открывается первый номер у Мэписса. Это у нас кто? Закидушка вылавливает ее на горные, не очень аккуратно. Да, конечно, не хватает сегодня габаритов, не подъехал потеря. Не подъехал достаточно крупный, неплохой Бигмен Громов, который всю игру прошло утащил для Мэписса. Он, по сути, единственный удерживал Мэпис в том матче против Алабамы, которые практически без шансов они проиграли. Сегодня его нет. И это был, по сути, единственный такой более-менее скилловый, компетентный Бигмен в составе у Мэписа. Поэтому у них сегодня будет очень тяжело. Потому что, мало того, что Сиракуз, несмотря на возраст, очень бегущая команда, у них еще очень крупная команда. То есть они могут габаритами задавить под кольцом однозначно. Не дать суток. Пытается 1-1 раскачать Маркова. Нет, ну все, Марков разменялся, ушел вниз. Ушли в зону глубокую. Первый номер Мэписса наверху, там Нагорный открывался. И хорошо убили мяч внизу у первого номера. Закидушка на Клобыстово. Вроде бы не бросковый, фол был внизу на Клобыстове. Да, не выбросы штрафные. Так, а первый номер Мэписса – это Павел Гореев. Ну, сауто очень легко все закончилось. Открылся Губарев под кольцом после передачи восьмого номера. Это Буханин. И Ликорин взял два очка. Ну, я, кстати, прошу заметить, что Мэпис 5-0 начал. Ничего себе, да, начало? Для команды 0-3, которая идет, а у Цида против команды Фаворита 6-0. Начало было бодрое. Ну, я говорю, Сиракус, во-первых, не та команда, которая прям в первых минут сразу же подавляет соперника. Во-вторых, эта команда пока по статистике, может, она, конечно, потом прибавит в этом компоненте, но пока по статистике эта команда не особо грамит соперников. То есть, они не выиграют много. Это не та команда, которая будет там привозить 20-30-40 очков. Не та команда. Они, как-то знаете, с запасом очень играют. По счету, по крайней мере, по счету. Поэтому не думаю, что Сиракус даже сегодня мог бы выиграть. По идее, команда разного уровня, разного класса, разного опыта. Но я думаю, что даже сегодня не сильно, не сильно, не сильно много выиграет Сиракус. Очень Духанин был недоволен. Настолько недоволен, что еще и штатив не сломал наш. Марков подобрал. Там на слабую сторону Губарев открывается. Через Иванов играет Иванов. Получается слон от Духанина, Иванов сам. Были фолы внизу, на горных фолях. Точнее, не внизу, вверху. Это бросковый фол, бросай, будешь травмные. Борkh. Тот. Борь. Борь. Майя. Борь. Так, что сейчас судьи? Кажется, фоу внизу просто не доцепило. Палили. Копа с мячом через нулевого номера, это у нас кто у Мэйписа? Владимир Беляев. Кажется, первый выходит, не видел его раньше. Либо в первой игре он играл. Сложно сказать. Суханов 3. Не забивает. Подбор за Ивановым. Иванов на 44-го. 44-й. Хороший пас на свободе стороны. Губарев 3. Забивает Губарев с передачи 44-го. Сиракуза потихонечку начинает декономерно отрываться в счете. То, что мы ожидали с самого начала матча. Нигацуков. Заслон высокий от Нагорного. Размен сразу проходит. Уходит от... Какая защита внизу шикарная от Сиракуз. Ну и решающий пак сделал Иванов. Иванов перехватил. На него может перехват записать. Буханин. Не разбирается там... Буханин и Иванов. В общем. Будет бросать 3 Иванов. Не забивая 3. Но добавляет Клобыстов 2 очка. Опа. Опа. Не до Цуков 3. Не засасывает кольцо от трёх очковый бросок, хотя было близко. Ну, не до цикла, конечно, надо полагаться. Ух, классный пас, быстрый отрыв. Очень классная передача под кат, быстрый отрыв сейчас была. Ну, как быстро, конечно, Сиракуза это организует, да, потому что команда извинная, возрастная и габаритная. Глублгально в два движения все сделали. Я даже не знаю людей, кто давал передачу на Хлобыстово. Ой, жестковатый фол. Ну, Губарев, конечно, тяжелый парень, да, если влетит в соперника, да, или подставится под соперника, то мало не покажется оппонент, особенно если оппонент уступает в габаритах. Ну, это уже больше похоже на правду. Тут 5-0. Это было неожиданно. Вот 14-5. 14-0 на рвочах от Сиракуз. Не получается такого команда Мэкса больше забить. Вообще ничего не получается. Не забить, не отзащищаться. Не ввести дело до броска. Не хватает им, конечно, на такого хорошего первого номера, потому что не до цикла все-таки больше по манере игры второй номер, а у попа пока многовато потери. У попа многовато потерь. Не сыгранно, пока спорится команда. Копа пока теряет мяч, не хватает ему, не хватает ему, в общем, что ли, холодной головы, скорости мышления, что ли, не знаю. Но потому что многовато он теряет мяч при приеме, при принятии решений. Не думаю, что он плохо видит площадку, нет. Просто команда пока не очень сыгранная. Вот. Не все знают возможности друг друга, их скорости. Потому что так-то я видел хорошую от него передачу, и в первом матче самому он прям хороший пассет давал. Когда команда чуть-чуть немножко друг другу приноровится, да, немножко сыграются ребята, будут получше смотреться. Все равно, конечно, атакующий потенциал, эта команда очень низкая, это правда. Там, конечно, нужно либо добирать игроков, либо как-то индивидуально заниматься. Но, по крайней мере, они смогут прибавить сыгранности, это факт. Какие-то схемы уже появятся. У того же есть, но тоже команда не особо сильная, скажем так, по скилухам в атаке. Но там команда уже с очень хорошими комбинациями, здорово двигает мяч. В принципе, большой объем работы Немержинскому предстоит, однозначно. Так, Духанин на Хлобыстов. Хлобыстов не забивает в проходе Хлобыстов. А, кажется, это не Хлобыстов, был 22-й, ну, перепутал я. Опа. Пошел на первом шаге от Хлобыстова. Неплохо пару замахов сделал, не забил. Там подстраховка была. В астрономер Сиракус в атаке. Ооо! Вот это было зрелищно. Важаев классную банку повесил. Классную банку повесил Хлебенкова, Важаев, в бустером отрыве. Очень мощно смотрелся момент. Небольшой халатик. Хлобыстов через Суслина. Суслин дальше там на Маркова. Марков. Хороший слышенничество Сиракус. И под кольцом Суслин не забивает. Борьба за подбор. Марков. И добавляет у Сосли. Представить номер 2 очка с из ворота. С отклонением бросал. Да, 20-й рубок на Сиракус. Мэттес не может забить уже минут 10 точно. Выбивает на снизу копы. Снова потеря. Пас на 22-го. Тот надевает открытый лейап. Так, недоцуток заказывает двойной заслон. Через седьмого играет. Опа. Там Важай просто начнет вверху. Важай подумал о трехе. И забил от забора. Ну, наконец-то. Это какая-то приятная новость для воспользовательства. с Мэвисом. Потому что, не считая первые минуты четверти, это просто какой-то кошмар. Как они складываются. Предсказуемо, конечно. Я вообще тут говорю в четверти, что Сиракузы не привыкли гробить. Они играют с запасом. Но Мэвис как-то что-то как-то... Мэвис имеет свойство рассыпаться. Так было и с Алабамой. Команды более слабые, чем Сиракуз. Они рассыпались против Алабамы. Вроде бы боролись, боролись, боролись. А потом взяли и рассыпались. И вот сейчас тоже рассыпаются. И запаса прочности этой команды, конечно, не хватает. Откровенно говоря, один из самых слабых составов, что я видел в ИЗИ. Я уже все команды пересмотрел. Состав один из самых слабых пока что у Немержинского. Не то, что совсем безнадежный, но действительно по атакующему потенциалу очень слабый. Тут в атаку он не получится играть с таким составом у Немержинского. Если, конечно, ему пофиг на результат, да, и он хочет какой-нибудь красивый баскетбол, да, пускай команда будет проигрывать. Конечно, можно играть в атаку. Но если он хочет результат, другие, большие, тут нужно как-то через защиту строить свою команду. Потому что этот состав, ну, пока что на этап вообще не готов. Пока что. Там посмотрим. Там тренировки, тренировки и так далее. Продолжение следует... Продолжение следует... Уважает. Какая жесткая передача Уважаева. На груз принял нулевой номер. Хороший перехват первого номера Мэнтиса. Попробую бы затрыть и убежать. Главное сейчас не потерять мяч сейчас, после того, как ты его перехватил. Горянов, долго с мячом в итоге потеря, да. К сожалению, потеря. Там Уважаев пока без мяча у нас остается. Либо мяч не доходит, либо доходит в стиле, в стиле, не знаю, рокетбола. Просто чуть-чуть круглую клетку не выдал передачу. выдумал на валу, я даже не помню. Уважаев, по-моему, не доцелков. Ну, разыграли, разыграли, наконец-то, комбинацию с баллистой Мэнтиса. Прошла, прошла комбинация. Что-то типа по кинролу. Марков. Клобыстов забивает в классном проходе. Уважаев. Не было ли пробежки, он там шишочек лишний сделал про передачу, но в любом случае потеря. Так, что-то непонятное сейчас сделал Сольцев, но почистил Марков, подобрал. Сиракус, даже если делал что-то непонятное и, казалось бы, ошибается, настолько они уверенно себя чувствуют, грамотно располагаются, что готовы сразу же подобрать, после своей же собственной ошибки. Мэфис, конечно, пока что ожидает желать лучшего, скорее говоря. Мы просто разного уровня команды, поэтому нужно быть готовым, потому что очень большая разница в счете будет. Мэфису предстоит очень большая работа, большой объем работы предстоит, так как у Сиракуса команда уже очень готовая, сыгранная. Две разные команды по уровню, по опыту, по всему. По чем хочешь сравниваешь. Мне вообще, если автобус ходит, М1, он прямо идет по прямой от себя он ходит в это время, я не знаю, по-русски. Но, не, мы на МЦК в принципе идем, но где МЦК даем все поднимают. Примерно так же, когда не строят. по-русски. Не, просто есть на хобби. Не, даем все коблики. Да, даем все коблики. Ну, если он не ходит, то даем все коблики. А, кажется, он по-русски даем его. Не, мы на младительность. Если он будет там раз в час там, если он в это время будет подходить, то не доцукал. Засасывает кольцо трешечка. После трехки не доцукал. Теряет мяч не доцукал. Не забивает хлобыстов в быстром отрыве после перехватки после передачи 22-го номера Сиракуз Михаил Хлеменков. Ну, я так понимаю, что, наверное, Калитаев может даже выходить не будет. Либо выйти там на чисто символические минуты. Он понимает, что команда без него работает, без него строится ростер, состав. Он здесь особо не нужен. Он так выступает больше в роли играющего тренера, играющего деда. Я думаю, если у команды все будет хорошо складываться, он не будет выходить на большие минуты. Только, знаете, на какое-нибудь символическое время. А вот, если все очень плохо будет, на критическом минуте, может, и выйдет. Но, явно, не в этой игре это будет. Однозначно, минуты. Игорь Негода. Так, одна из редких потерь Сиракуз, которая, Сиракуз уже не терял мяч в этом матче, но одна из редких потерь Сиракуза, которую они не смогли сразу же отработать каким-то образом, потому что они обычно сразу же первые на подборе оказываются, сразу же придушивают соперника, а тут тот случай, когда потеря, ваут и все, и без продолжения. Ну, Ханин, нет, Замарков был, Исольцев на 22-го, и за скидку направлении партнера не очень аккуратно было, но тем не менее с плечом оказался, какой-то очень сложный бросок хотел придумать с показа, не получилось забить, немножко даже, можно сказать, ну, не по-пижонски, не так, кто бросок не обязательно взял на себя, но когда ты ведешь плюс 20 в счете, сам начать второй четверти, более-не более, конечно, немножко расслабишься. Здорово добавляет Гарену 2 очка. Усольцев, там в посте просил мяч и получает Суслин, вернул Усольцеву, но очень много трафика, наверное, не стоило разлить этот комбинат, что с баллистом Сиракуз, потому что слишком тесно было. Выходит Губарев, Иванов, меняют они Хлобыстова и Кременкова. Мэфис пока еще без замен играет. Недо Цуков лучше снотер команды отдыхает. Купа будет разыгрывать мяч. Сам идет и заработал, заработал он штрафные, будет штрафные бросать. Купа будет разыгрывать. Два из двух от Попы. Бубарев. Не забивает раз получения. Беляев. Через Попу играет. Там за слону будет стоять Беляев. Через первый номер играет. И пробежка. Пробежка у Горяйнова. Хороший агрессивный. Низу против Маркова. Здорово прижал первый номер Мэнфиса. Павел Горяйнов. Так, закидушка на Иванова. На слабую сторону Иванов. Не забивает сопротивление. Может бы стоило дальше на партнера сыграть. Дальше по плану. Направление трехочкового лига. Я давай передачу на свободного партнера. Так, опа. Ну и неправильный заслон сейчас на Горной получится, скорее всего. Или нет? Мне показалось, что было движение неправильное на Горной. Ну нет, вот дают именно на Иванова. Опа. Вот, сейчас было хорошо. А, здесь блокировали передачу. Овсянкин будет бросаться средней. Бывала возможность Горяйнову подочнее сыграть, чтобы Овсянкин уже к кольцу убегал. Но в итоге пас не прошел. Именно в ту зону какую должен был пройти. Быстро отрыв, быстрый выход к кольцу не получался. Овсянкин как-то не почувствовал верность в себе. Поэтому решил бросить бросок. Получился не самый удачный. Важаев. Не забивая три. Борьба за подбор. Важаев здорово поборолся. У троих буквально выкатил полумяч. Копа. Непонятная закидушка. Не знаю, на кого дала копа. Там, мне кажется, и Важаев, и Горяйнов другу помешали. Усольцев со средней. Усольцев со средней. Давно ужинка забить не может, на самом деле. Ладно, Мэпис, но и Сирахуза не могут забить. Уже, наверное, несколько минут. Почтный счет не менялся. Пора бы уже, пора бы. Ну, вот, например, сейчас. Ну, чуть-чуть сложноватая задача для вылавления Губареву. Снова треет мяч копа. Копа, конечно, сильно прессует. Понимает, что где-то чуть слабоват он в дриблинге. Поэтому раз за разом присылать его. Все-таки выходит Плетай. Впервые в этом матче. Впервые вообще в этом сезоне заездит дивизион. Так что посмотрим. Поживем, увидим. Опа. Вожаев. Вернул мяч копе. Время идет. Пора бы уже придумать только что-нибудь в испольском Мэписе. Ну, и, в принципе, дело-то все правильно. Горяйнов выиграл себе позицию в посте для броска. Но вот техника броска, конечно, пока остальет желать лучшего в посте. Плетайев не забивает рез получения. Опа. Хороший пас. И Вожаев 3 сразу же по очень высокой дуге. Не знаю, смутил ли его Плетайев, то ли сам. Как-то не очень дальше сыграл. Но как-то очень сорвал бросок. Недолет сильный от Вожаева. Горянов получается в Лангубре. Его сам идет. Не забивает от счета. Очень давно команду не могут забить. Мне кажется, ну, это 3-4 уже не могут забить команду. Опа, 3. И уже забьет. Нет, не забьет. Опа. Подбор за Нагорным. Нагорный. Как у него легко выхватывает мяч из рук сейчас Иванов. Просто вообще. Как у ребенка мяч его хватил. Подошло взрослой ядочкой. Отнял просто игрушечную машинку у ребенка в песочнице. Именно так сейчас смотрел со стороны. Как легко перехватил мяч Иванова. Соперника. Нагорный, конечно, немножко не ресторопно сыграл. Иванов. Но и в тело сыграли против Духанина. Сейчас сыграл Нагорный. Клобыстов выходит. Клобыстов выходит. Не Датсуков. Не стал ждать заслон. Не Датсуков сам пошел. Через Копов в друге играет. Но у Копов в принципе не сам плохой бросок. Она ли поздно может и забить. Открытый бросочек. Но пока что никак. Классно вылавливает мяч Клобыстов. И забивает. Сложный пас вывел. Есть ощущение, что даже не ему давали. Но у Клобыстов очень хороший у него скилл. Была у него передача. Ему и ранзивера. Можно и так называть это позиционно. Разно, точнее, играть в американском футболе. Потому что сложный был у нас разный пас. И пробежка сейчас была. Восьмого номера Мэфиса от Салахова. Так, Губарев в пасте. Губарев. С дружком от Калетаева. Калетаев на Иванова. Иванов. Хорош пас. Клобыстов. Классно двигает мяч. Даже не все, что такое, что очень хорошее. Ну, что ты скажешь. Когда команда у тебя сыгранная. Когда все други знают, где ты находишься. Грех такие пасы не делать. Ну, наконец-то. Наконец-то сейчас забил хоть одна из команд. Очень долго не могли забить команды. Очень долго. Мне кажется, минут пять, если не больше. Чуть ли не полчетверти без очков у нас было. Ладно, Мэфис не мог забить. Но я сюда хуже не мог забить. Калетаев. Классный пас. Здорово было. Чуть сверху бы поставил Губарев. Было бы вообще красиво. Недоцутов. Получает заслону сейчас от Овсянкина. Да, Пекинрол разыгрывается. И фолил уже сейчас. Лобосток неплохо. Разыграли Пекинрол. Получил возможность доброска себе Овсянкин. И заработал фолл. Ну, если быстро выбросит Овсянкин, то чуть-чуть времени останется. Но, скорее всего, уже без подбора. Можно, в принципе, наверное, даже и не оставаться. Я не знаю. Секунда останется, две. Вряд ли успеет выбросить. И не спешит туда. Все, закончилось время. Все, закончилось время. Продолжение следует. Спасибо. Типа пассажирного сырного 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 сыра. Типа пассажирного сырного сырного сыра. Типа пассажирного сырного 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 сыра. Типа пассажирного сырного 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 сыра. Типа пассажирного сырный 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 сыр Типа мощная идентификация команд? Кто первый я не знаю вообще, без понятия Наверное дети А все остальные Изи и женщины А первые наверное дети А женщины где? Женщины вот, четвертая игра Женщины пятая игра Женщины еще две игры Вот эти вот Это какая получается? Раз, два, три Короче, четвертая, пятая женщины Восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая Четыре подряд будут женщины Короче, половина женского дня Нормально, весело будет Субтитры сделал DimaTorzok Восемь, восемьдесят восемь, одиннадцать, три Нападай Ну, да, третий Ну что, последняя половина игрового дня Выдохнем И Одним Задвижным рывком Закончили этот игровой день Осталось немного Не до цукав Хотя могло быть больше не еще одну игру Если бы не случился там казус С болезнями ГСЕ Которые не приехали из-за болезни Прикольно-то несколько человек Выбыл и не смогли подъехать Желаем им здоровья Но сегодня они спасли С точки зрения того, что освободится пораньше Потому что эти задержки Могли бы освободиться Ближе Ближе бы к часу Ну, точнее, как ближе к часу В одиннадцать закончилась бы игра Ну, эта, да Сейчас она в одиннадцать закончилась Небольшим А если бы была бы еще игра Она закончилась бы где-то в двенадцать с чем Это, конечно, было бы очень тяжело Но, в принципе, не выполнимых задач нет Помню, как-то в кампусе вообще Пол первого закончили практически Недоцоков Получает, условно, от первого номера Через Олакова играет Возвращает Недоцокову Недоцоков три Есть тоже, как Недоцокова Но он лучше снайпер-команду Ему и нужно бросать такие вещи Попа бросает с очень прямым успехом Прямо скажем, мягко говоря Ну, это Недоцоков Он действительно неплохой бросочек Он единственный, кто уделяется, конечно, в команде Молодой парень, талантливый Еще и спрогрессировать может вполне Будущим молодым пареньком Да, там, двадцатилетним, грубо говоря Там, Ильичу, моложе Гораз проще спрогрессировать Чем когда тебя там уже там За сорок, за тридцать Это Хачков и Губарева Не забывайте Недоцоков Подобрал первый номер Много, конечно, черного Много очень крученого работы сегодня У Павла Горяйна У первого номера мейкоса И периодически достается ему Сейчас прилетело Прилетело с локтя ему в районе челюсти Андрей У него четыре У него четыре Губарев Ну, не самое удачное решение Но, как обычно, подбор за сиракузами Я говорил, практически на каждое неудачное решение сиракуза Не отвечает удачным Очень большой запас прочности Когда ты можешь себе позволить Даже где-то недорабатывать Или не лучшее решение отринимать Но ты все понимаешь Что рано или поздно Меч в корзину попадет Не этим способом, так другим Запас прочности сегодня, конечно, большой Ну, и опять же Я же говорю, что разгрома не будет Ну, во-первых, мы-то еще перестроился Перестали они лететь Потому что там какой-то момент В начале второй четверти Когда плюс двадцать ввели Плюс двадцать ввели сиракуз Оказалось, что Мэппи сейчас совсем посыпется И все И там будет вообще выносить тело Сорок и так далее Но Мэппи сейчас перестроился Стал лучше играть И в защите, и в атаке Особенно в защите Ну, а сиракузы не стали Не стали Сказать Не стали они Накручивать обороты Да, то есть Еще ускорять игру Еще жестче играть Как бы зачем Ну, я сказал, что эта команда Очень такая Размеренная Она очень Ну, не то, что прям по-чемпионски Но очень, знаете Запасом играет Не прикладывает Больше усилий, чем нужно Не старается Сгромить соперника Да, там совсем много То есть Не летит-то ли там Хвасть сопернику Сорок пять очков Разница, как это делает Тот же Вермонт Вермонт, например Там бы Сейчас, наверное, Мэппи Хоронил уже очков Пятьдесят уже сейчас Ну, сорок Не знаю В Сирак-Нусе такая команда Она так В энергосберегающем Режиме играет Несмотря на то, что Они достаточно быстро играют Без любого Инфективные Но при этом Сказать, что Сверхусилия Прикладывать нельзя И в счете Это тоже видно То есть Было плюс двадцать Было плюс двадцать Четверть назад Казалось было Да, что сейчас Мэппи развалится И уже Уже будет там Тридцать-сорок Но ничего подобного Ничего подобного Отрыв по-прежнему Там двадцать Небольшим Кобыстов на Усольцев Усольцев Там во второй Открывается Губарев наверху И дошла Придача Губарева Хотя показалось Сейчас перехватят Но он не считается Не считается Пробежки Свистят Главное, что Сегодня Полностью Всем доволен Немержиский А то Он там Очень много Спорил С орбитами Предыдущим Гео-игровым Сегодня Всем доволен А вот Комбинация Отныпса Прошла Кто-то там Не доработал По Нагорному Нагорный Забивает Два очка Ответчик Пролетает День авиации Суслин Сейчас показал Нагорному Улыбаются Ребята Хорошее настроение Под завершение Игрового Игрового Дня Губарев Очень сложный Бросок Забивает Губарев Конечно Выделяется В Сыракусь Весь состав Очень добротный Хорошо сбалансированный Никто Прям особо Не выделяется Но Губарев Конечно Периодически Забивает Сложные броски Это правда Хотя Проходы В порядке Так У них вся команда Очень хорошо Чувствуют Друг друга Хорошее движение Меча Скорого Они играют Но Эти двое Периодически Выделяется Губарев С Комбастовым Периодически Солахов Солахов Снова Хопа И даже Пас Неклохой Придумал Но там У Сольцев С нарушением Правила Выхватывал Передачу У центрового Мемфиса Не доцоков Пытается На 1-1 От 2-го Уйти Сыракус Через центрового Играет Дальше На Копа 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 Ну и Копа 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 Своевременную Передачу На 3-го Отдал Во 2-й номер У Сыракус Михаил Клеменков Клеменков Сегодня много Полезная Работа Скамейки Выходит Очень много Постоянно Убегает Быстро Отрывы Перехватывает Там Вся команда Бегущая Но Клеменков Больше Старается Мне кажется Практически Каждый быстро Отрыв Своей команды Убегает Клеменков Не забивает Немножечко Оу А хорошая попытка Практически Между ног Прокинули Мяч Клетал Как мне показалось Но в любом случае Это ничего не закончилось Сыракус В быстром отрыве Забили Снова И снова Пробежка Много пробежек Мы смотрим Много Технического Брака У команд В смысле Не в этом матче В этом матче Не так много Только Мэпы Что выделяются Я имел Вообще В целом За игровой День Салахов Чисто выбивал Мяч Клобыстов Без решения Правил Вместо Губрева Выходит У нас Буханин Просто Крыт Салах В итоге Конечно Легкая Передача И Калетаев Немного Хайлайтов Студию Калетаев Выходя в дивизионе Можешь Такие Красотулькино Поделать В авгуме Все красиво Не получается Но Тут Кутура И команд Позволяет Покрасоваться Покрасоваться Очень Красиво Конечно Дал Передачу Такие Подсобо Кто Вонбал Любит Делать Но Больше Чаще Степ Такие Подсобо За спину В темп Сопернику В темп Немного супа в 3, не забивают. Ну, да, тут уже вошли в раж баскетболисты Сиракуз, уже, конечно, красиво начали играть, день авиации там, но пас не глядя и так далее. Тут уже все, пошли хайлайтики. Хорош пас, а вот расцветчик не получился совсем. Снова Калетаев раздает. Хорошо видно, что Калетаев очень универсальный, ну, я не знаю, как его бы позиции назвать. Можно и бигменом назвать, можно и форвардом назвать. В принципе, в современном бау, он скорее бы как стретч фо, да, такой расцветкой с четвертой. Ну, чуть-чуть, наверное, тяжеловат для форварда. Чуть-чуть тяжеловат для форварда, он не такой быстрый на ногах. Так что, наверное, можно сказать, что очень хороший такой техничный, всеумеющий четвертый номер, наверное. По нашим меркам, по нашим габаритам, если судить. И по скорости Калетаев, все-таки он недостаточно быстрый. Ну, в тело был момент, мне казалось, что фол был, несмотря на то, что здесь судить фол, и не забиваю, сейчас существует. Хороший пас Копа. Ну, я говорю, Копа-то неплохо площадкой видит. Вот. И просто вот у него есть проблема несыгранностью партнеров. Может, где-то не уверен в своих действиях, не знаю. Вот поэтому много потерь. Но в целом Копа-то с потенциалом очень неплохо разыгрывающий. Очень хорошие пасы я от него видел в первом матче. И вот сегодня парочку неплохих отдал. Так что я думаю, что какой-то прогресс от него однозначно будет. Заканчивается третья четверость. Плюс 26 пользуемый. Копа-то использует Сиракуз. Успеет, успеет Мекси проатаковать. Опа. Один Овсянкин, три. Не забивает. Ну да, не особо напрягает уже Сиракуз. После того, как они пересчитывали 22-8, мы обыграли Мефис. Во второй, третий, там уже такие счета поскромнее. 16-9 и 17-12. Так, у Кубарева 16 очков. Четыре подбора. Клеменкова 10 очков. Три передачи. Клобыстова 12 очков. Четыре подбора, четыре передачи. Усуственно восемь. Ну, в общем, да. Ну, у Мефис не до сколько хватит 16 очками. И кроме него никто даже чуть пяти очков не набрал. Такая вот команда у Мефиса пока что. Такой вот ростер. Сегодня Громова не хватило. С Громовым было бы очень полегче. И сразу размер бы прибавился. И чуть более скилловый игрок. Более опытный. Громова не хватило. И Громова будет очень полегче, чем Мефису. А так, конечно, тяжело. Так тяжело сегодня. Мефис и Минедоцокова, по сути, в атаке. Все остальные не имеют скилла в атаке, чтобы один в один решить момент. И не хватает, пока мы с Расплавем. Только Минедоцоков может придумать. Ну, сверху пора, пора. Понятно. Очень-очень скромно. Ну, возрастная команда. Возрастная команда. Сиракуз. Мужики, наверное, уже прошли свой прайм. Летающий, так сказать, по физике. Поэтому скромно его и обзабил. Хотя можно было попробовать. Засадить в мельницу от щита. По 360. Так. Ну, и фэллой были на Духанин. Духанин будет штрафной бросать. Духанин очень эмоциональный. Там в первый щит, это был момент, когда они, по-настоящему, подсюдно сыграли. И он тут прям возле камеры на штатив напоролся. В общем, много эмоций было. Опа. 2 из 2 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 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 5 6 6 7 8 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...